Помогите, человеку плохо. Один, два, три. Если на счёт 10 у пострадавшего так и не прослушивается дыхание и нет пульса, нужно вызвать скорую и приступить к сердечно-лёгочной реанимации. Это одно из заданий последнего этапа конкурса тренинга «Белый халат». Алексей Лукьяненко с задачей справился, мечтает стать хирургом, потому к конкурсу готовился ответственно и серьёзно. Волнительно, конечно, но я считаю, что я хорошо подготовился, я сидел, постоянно повторял это. Меня даже приглашали в колледж, я тренировался со специалистами, мне показывали, как правильно поправляли. Рыцарская перчатка – это ещё одно финальное задание конкурса. Нужно быстро и аккуратно перебинтовать кисть руки. Такую повязку делают в случае, например, обморожения или ожога. Все манипуляции школьники выполняют в соответствии с алгоритмами аккредитованных медработников. Это ранняя профориентация детей седьмых классов, направленных на ориентацию, на профессию в здравоохранении, чтобы дети изначально были мотивированы и желали прийти в медицину с целью пополнить наши кадры. Мне повезло участвовать в финале в некоторых городах, я видел, насколько это было важно для детей, то, что они, учащиеся шестых, седьмых, восьмых классов, побывали в реальных больницах, общались с теми врачами, которым показывали, что они делают, как они делают, для чего они это делают и ради чего. Они увидели, что такое спасённая человеческая жизнь. Конкурс-тренинг – это пилотный проект. Он стартовал в марте на базе Волгодонского медицинского колледжа. Педагоги для участников провели шесть теоретических и практических занятий. К проекту сразу же подключились и другие города региона, а в финал вышли семь конкурсантов. Все они получили дипломы лауреатов и ценные подарки за призовые места. Кстати, победитель конкурса – Марк Лиманский из Ростова. Оксана Мельничук, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону.